В эфире программа «Культура Хакасии» в студии Олеся Калиниченко. Здравствуйте! В республике завершился фестиваль традиционной национальной культуры Айтыс-2015. Айтыс – это очное состязание двух самодеятельных певцов. В этом году перепеть друг друга собрались более 80 участников практически из всех районов республики. Гран-при фестиваля в самой главной номинации «Состязание Тахпахчи» завоевала Людмила Ачетаева из Бейского района. Традиционный фестиваль музыкального творчества проводится уже в 26-й раз, но начался привычный, любимый многими жителями республики Айтыс, необычно. По пути к сценической площадке участники фестиваля остановились в селе Усьчуль, возле дома, где жила маститая Тахпахчи Евдокия Тыгдымаева. На фасаде деревенского дома установили мемориальную доску в память об известнейшей не только в Хакасии исполнительнице Тахпаха. В архиве гостей радиокомпании сохранился сюжет, снятый 35 лет назад. И сейчас зрители могут услышать голос Евдокии Тыгдымаевой. Ее вклад в сохранение национальной культуры трудно переоценить. Об этом говорили все участники митинга. Знаменитая Тахпахчи из Ширинского района, Вера Рыштаева, тетя Вера, она и то сказала, говорит, пою дважды обладатель гран-при. Но она сказала, но Евдокию Тыгдымаеву перепеть невозможно. Вот когда мы будем знать своих дорогих золотых земляков, тогда все у нас будет прекрасно. Евдокия Тыгдымаева была участницей самого первого айтыса, который проводился в 1992 году, была награждена дипломом. А нынешний, уже 26-й по счету фестиваль, состоялся в Аале «Верхняя Тёя». Для участия в нем собрались более 80 мастеров и любителей традиционной национальной музыки, исполнители практически из всех районов Хакасии. Устроители решили, что итоги будут подводиться в четырех номинациях. Музыкальные ансамбли, лучший исполнитель среди детей, взрослых и, собственно, айтыс, то есть состязание двух певцов на сцене. Один из самых больших коллективов приехал из села Горюнова Рженикидзевского района. Мы будем исполнять Тахпах. Федосия у нас, Федосия Никитична Таторова, Селинова Марьясова живет. Она все время исполняет Тахпах своего отца. Главным организатором айтыса уже много лет выступает Министерство культуры Хакасии. Сейчас от хозяев того села, где проводится фестиваль, даже не требуется готовить площадку. Все действие происходит на мобильной сцене специального шоу-мобиля. Министр культуры Светлана Окольникова, открывая фестиваль, подчеркнула, что он проходит на родине великого писателя Михаила Кельчичакова в год 130-летия Хайджи Семена Кадышева, чьи юбилеи отмечают все страны и регионы Тюксой. Когда мы видим, что на одной сцене в течение фестиваля конкурса выступает знаменитый, уже известный, очень солидного возраста Хайджи и Тахпахчи, рядом с ними молодежь и совсем маленькие исполнители, которые из года к год перенимают какие-то важные, самые главные Тахпахи, какие-то свои вот именно традиционные хакасские песни и передают, транслируют из поколения в поколение. Вот это главная цель – трансляция исконно традиционного хакасского музыкального творчества. Дети, как правило, поют о природе, о родном крае, о любви к родному селу, как, например, дуэт юных Тахпахчи Леонида Толмашова и Аимы Баргаяковой из Нижней Тюи. Пели о любви, о своей родине и о солнце. Взрослые Тахпахчи могут переложить на рифму практически любые темы, поэтому большую роль играет возраст. Чем больше впечатлений у человека, тем шире тематика. Жизнь какой была, и это все рождается, это Тахпах рождается с этим. Антониде Мамышевой 75 лет. Она уже становилась обладательницей Гран-при в 2013 году. Не менее титулованная исполнительница из Ширинского района Вера Рыштаева. Она дважды становилась лучшей на айтысах. Отмечает, что самое главное в состязании Тахпахчи – суметь быстро ориентироваться в заданной теме. Чего они будут петь? Ответ сразу давать надо. Там с книжки не будешь писать. С тетради не возьмешь. Сразу ответ надо давать. Состязания завершились уже под вечер. Интересно, что в финал вышли две сестры. Одна живет в Таштыбском, другая в Бейском районе. Но перепела младшая – Людмила Очетаева из села Уссос Бейского района. Она завоевала Гран-при – это 60 тысяч рублей. Прямо на сцене объявила, что 10 тысяч рублей отдаст фонд помощи землякам, пострадавшим от пожара. Театры Республики в ближайшем будущем пополнят свои трупы молодыми актерами. Санкт-Петербургская академия театрального искусства провела в Республике отбор талантливой молодежи для дальнейшего обучения актерскому мастерству. Целевой курс набирается в пятый раз. 27 студентов получат бесплатное образование, а затем и трудоустройство в лучших театрах Акасии. На несколько дней театр имени Лермонтова превратился в ВУЗ. В коридорах взволнованные абитуриенты за кафедрой именитые профессора. Преподаватели Санкт-Петербургской театральной академии во главе с профессором Владимиром Наренко приехали в Республику, чтобы выбрать самых перспективных молодых людей для дальнейшего поступления. В начале, когда читала башню, прозу и стихотворение, как-то волнение ушло. А потом вышло, когда песню петь и танцевать. Если честно, танец – это была импровизация. Это всё у меня как в тумане. Я помню, что в конце я сняла шляпу, которой нет, невидимую шляпу. А пела я как-то странно. Волнение студентов вполне понятно. Поступить и учиться в Петербургской театральной академии престижно и перспективно. Чтобы у наших студентов появилась такая возможность, Министерство культуры Республики договорилось о предоставлении целевых мест с академией. Обучение в ВУЗе оплатит Министерство культуры России. Когда у нас труппа способна выполнять высокохудожественные задачи, тогда, когда есть опытный актёрский состав, есть средний возраст, и есть молодёжь для разных ролей. Ромео, Джульетта и так далее, и так далее. Когда всё это есть, тогда режиссёр может брать любую пьесу и выполнять любые задачи. Сегодня в Хакасских театрах, что называется, полный комплект. Но через некоторое время творческим коллективам понадобятся свежие кадры, и режиссёры их получат. Обучение в театральной академии длится пять лет. То есть к 2020 году эти молодые люди станут профессиональными актёрами. Главное условие, что он возвращается на работу в один из театров Абакана, Хакассии. То есть это будет совместный курс четырёх театров. Театр «Сказка», театр «Читиген», театр «Топаново» и театр «Лермонтово». Это такой совместный курс. Поэтому все должны, обязаны возвратиться. Прослуживание в драмтеатре – это предварительный отборочный этап. Главные творческие испытания абитуриентам Хакассии придётся пройти уже непосредственно в Санкт-Петербургской академии театрального искусства. В любом случае 27 человек из республики гарантированно поступят и будут обучаться на бюджетной основе. Виктория Карамашева, доктор филологических наук, профессор Хакасского госуниверситета, герой нашей рубрики «Писатели Хакассии». Свою жизнь Виктория Алексеевна посвятила научной и преподавательской деятельности. Она в совершенстве знает русскую и хакасскую литературу и сегодня делится своими знаниями со студентами и аспирантами. Виктория Карамашева – человек удивительной судьбы. Ей посчастливилось общаться, учиться и работать с лучшими хакасскими писателями послевоенного времени – Михаилом Кельчичаковым, Николаем Доможаковым. Собственно говоря, последняя оказала решающую роль в выборе будущей профессии Виктории Алексеевны. Когда я собралась поступать на ИНИАС, Николай Георгиевич, просто почитав мои сочинения школьные, он сказал отцу, вы говорите, давайте ее, вот пусть она поступает на филфак. Вот, и отец мне сразу сказал, что Николай Георгиевич предлагает на филфак. Я наотрез отказалась, да слез дело было дома. Раздоры были по этому поводу. Но, тем не менее, потом я поняла, что я должна все-таки на филфак. В итоге семья послушалась именитого писателя Виктория Карамашева поступила на Хакасское отделение Абаканского педагогического института. Любопытно, но когда Виктория Алексеевна пришла в институт, практически не знала хакасского языка. Сегодня она доктор наук по литературе народов России и крупнейший эксперт по истории хакасской литературы. Естественно, что родной язык знает в совершенстве. Вот я поступила как раз на хакасское отделение. Это было, конечно, муки, но я сидела с утра до вечера. Это подавидят мои однокурсники, если сегодня будут видеть это. Я до двух лет училась с ними вместе. Как я их мучила. Особенно, если говорили, завтра будет диктант, все. Это я, значит, в день по три-четыре диктанта должна на хакасском языке писать. Виктория Карамашева – литературный критик. Профессия сложная, особенно в такой камерной творческой среде, как писатели Хакассии. Поэтому к прочтению чужих трудов Виктория Алексеевна подходит с особым трепетом. Стараются о них писать, как вам сказать, корректно, чтобы это не было обидой. И в то же время они воспринимали вот эту критику как данное, поскольку мы же читатели, и пишем-то для людей, для народа. Чаще они прислушиваются, некоторые обижаются. И тем не менее, через некоторое время смотришь, все те замечания, которые делаешь, они, в общем-то, воспринимают и стараются учитывать это в будущем своих произведениях. Виктория Алексеевна занимается не только литературной критикой. Пишет сама. Сегодня она работает над монографией, посвященной баснописцам Хакассии. За 30 лет она собрала уникальный архив – басни наших писателей, начиная с 20-х годов прошлого века. Параллельно Виктория Алексеевна работает над мемуарами. Учитывая личное знакомство и дружбу с лучшими писателями республики, труд обещает быть интересным. 3 июля Хакассия отметит День республики. Правда, в этом году от широкого празднования по понятным причинам решили отказаться. Однако без торжеств все же не обошлось. Так в селе Маткечек Бейского района открыли новый сельский клуб. Подробности в нашей следующей программе. На этом все. Берегите себя и своих близких. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин